Сегодня мы склоняем голову в память выпускника нашей школы Максима Евгеньевича Захарчука, погибшего в ходе специальной военной операции. Максим был активным добровольцем, общественником и просто неравнодушным человеком, который умел сопереживать чужую беде. С ранних лет он помогал другим, детям с ограниченными возможностями, старикам, ветеранам, причем делал это искренне, не на показ. Еще Максим был большим идеалистом и романтиком, верил в справедливость. Я всегда гордилась Максимом, потому что могу назвать его по-настоящему неравнодушным человеком. И те идеи, которые у него были, он не просто высказывал, он умел изменять мир вокруг себя. И причем настраивать на это и взрослых учителей, и, конечно, своих одноклассников, и младших школьников. Поэтому мои воспоминания о нем только светлые. В школьные годы Захарчук вступил в ряды волонтеров, вел несколько серьезных проектов. «Страна неравнодушия», «Добрые сердца», «Звезда памяти». Цель сохранить память о Великой Отечественной войне захватила Максима. Вместе с ребятами и единомышленниками юный доброволец перелопатил огромное количество материала. Из музея, архива, совета ветеранов. Так обычные школьники составили самый полный и точный список участников войны, которые когда-либо жили в Нефтьюганске. А недавно у него появилось желание написать книгу о своих прадедах-фронтовиках, один из которых дошел до Берлина. Поэтому и пошел он у нас на спецоперацию, что как прадед, и я так хочу. И он, как патриот нашей Родины, не мог не отказаться. Сын, хотя мог отказаться, но не отказался, подписал и пошел. Хотя говорил, мама, все будет хорошо, не переживай, я заговоренный. Последние слова его были. В марте Максим отправился на Донбасс, сообщив об этом матери только накануне. А в мае получил смертельное ранение. Ему был всего 21 год. Сегодня родителям героя вручили Орден Мужества. Указ о награждении Ефрейта Розахарчука в июле подписал Владимир Путин. О потерях говорите о тяжелой боли. Особенно, когда уходят молодые, говорить об этом тяжелее в войне. Но мы никогда не должны забывать о наших бойцах, которые целой своей собственной жизни защищают нашу Родину. Будем помнить, гордиться таким парнем, на примере его воспитывать подрастающую молодежь. Хочется сказать слова благодарности родителям, которые воспитали такого сына. По словам Елены Рубцовой, пространство, где сегодня открыли мемориальную доску, будет воспитывать новое поколение школьников. Здесь станут проводить патриотические уроки и посвящение в волонтеры.